Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Сергей Ставропольцев. Кто забыл, кто не помнил, кто не знает. Сегодня я буду проводить метеоспециализированный витринар, который касается исключительно развития нового направления в Сибири. Именно новое рождение, наверное, я бы так назвал, потому что у нас фактически новое рождение. Все, что начинается от Казани, где-то, наверное, от Баскартостана и заканчивая почта УВНГР. Немножечко по регламенту. Я вижу, что есть текстовка, есть тщательная информация о том, что видно, слышно у меня хорошо. Предлагаю, у меня здесь есть несколько вопросов, которые были заданы заранее, я на них отвечу чуть попозже. И есть вопросы, которые я смогу ответить, которые будут заданы вами сейчас в специализированном разделе «Вопросы». Я правильно говорю, да? Так, ну и я думаю, что можно... Хорошо, спасибо большое. Тогда начинаем, поехали. Еще разу благодарю всех, кто в этот понедельник, может быть, не самый лучший, не самый удачный день недели после выходных. Кто смог в 9 утра по Москве, хотя, наверное, в Иркутске уже плюс 5, это уже 2 часа дня, наверное, обеденное время. Кто смог прийти, кто смог, у кого есть возможность выйти и прослушать достаточно, наверное, может быть, не столько большую, но сколько важную информацию по поводу запуска и все, что будет у нас после запуска. Ну, и так, еще раз говорю, поехали. Немножечко Хакасия с нами. Спасибо большое. Кстати, Хакасия ТВ – это один из телеканалов, региональных каналов, который у нас должен появиться в отсуте фиколог ТВ-Сибири. Это ЛРД на Хакасию. Значит, немножечко истории. Буквально чуть-чуть. Начали мы с вами сотрудничать в 2008 году, в Сибири чуть попозже, начали сотрудничать на спутнике Bonum 1, не самым свежим, не самым удачным с точки зрения большого количества емкости. Но, так или иначе, с двух транспондеров мы с вами начали работать. Выпустились мы, напомню, в достаточно интересном формате в Integi 4, но в DVB-С. И в 2010 году, когда у нас появилась возможность у наших партнеров еще пол-транспондера получить, мы на эти пол-транспондера запустили впервые в 2010 году, именно в Сибири это было, запустили HD-вещание. У нас было два телеканала, телепутешествия и HD-лайт, если вы помните о этом. И, соответственно, приемники под это дело были у нас 9,300. Также напомню, что 2011 год, фактически для Сибири, это был самый лучший с точки зрения увеличения объемов абонентской базы, это самый лучший был год. В 2012 год у нас, к сожалению, началось небольшое падение, это связано главным образом с тем, что гарантийный срок эксплуатации, уже, наверное, даже после гарантийного срока эксплуатации, срок эксплуатации спутника был завершен. И мы, к сожалению, наши партнеры технологические, государственные срока эксплуатации спутника не могло достаточно быстро отреагировать, либо это с финансированием были проблемы, либо какие-то другие были проблемы. Но, к сожалению, АТ-1 запуск был отложен, ну, фактически, наверное, где-то на два года. И был предложен, был предложен некий запасной вариант, это был временный вариант, но все прекрасно с вами знали. И доказался спутник Дарик ТВ 1Р, который был успешно перегнан из западного полушария, был оттестирован, были получены разрешения для КРЧ. И спутника в январе 2013 года было переведено на это спутника вещание. Я помню, как у нас было... Были некие проблемы с прошивками. Суть попозже я буду рассказывать, каким образом мы будем выходить и этот раз. Но, несмотря на это, мы знали, что Дарик ТВ тоже имеет определенный срок окончания нормальной эксплуатации. И у Триколора было несколько вариантов. От космических вариантов. Ну, космическими я называю, например... Хотя здесь все, наверное, космическое. Я называю переход в другую поляризацию и переход на другой градус. То есть такие варианты мы тоже рассматривали. История не знает еще, когда миллион абонентов перекручивали тарелки и меняли конвертера. Но на каком-то этапе мы даже были готовы и к этому варианту. Кроме того, у нас были варианты, как я сказал, по Астре. Мы тесно, в том числе и я сотрудничали с Газпромом космической системы. Мы рассматривали варианты и на 90 градус ухода, и на 55 градус. Но наши партнеры из ГПКС заверяли нас о том, что в ноябре, в декабре спутника успешный запуск должен быть произведен. К сожалению, как мы знаем, что запуска у нас так не произошло в ноябре, в декабре месяце. И в этот момент, даже в этот момент у нас были варианты. Я ездил, был в Кемерово на семинаре, был на семинаре в Красноярске. Достаточно были сложные семинары, потому что, если говорить про пограничные территории, такие как Свердловская область, Челябинская область, Оренбургская область, Кельминская область, у дилеров и абонентов так новых, как специально была возможность перейти на 36 градус, то, соответственно, конечно, в Красноярске, в Кемерово, в Новокузнецке, в Бакане об этом речи просто не могло и быть никакой. Мы нашли даже, ну, вместе, понятно, вместе с нашим технологическим партнером, нашли другие варианты, нашли другие спутники. То есть спутники МИМИК-1 и МИМИК-2. Один из них находится в восточном полушарии, другой в западном полушарии. И мы были готовы перейти даже на эти два-три месяца, на эти спутники. Но, к сожалению, наш технологический партнер ДПКС сказал, что не сможет к этому времени, за такой короткий период времени, согласовать частотный план с ДКРЧ. Поэтому все мы знаем, что у нас 31 января было принято, наверное, самое популярное решение в плане проекта. У нас было уменьшение числа каналов. И, несмотря на это, несмотря на то, что мы уменьшили число каналов, мы ушли вообще с бонума 1. Мы уменьшили, изменили параметр вещания. Тем самым попытались сохранить более четкую картинку. В принципе, падение было, оно было логично, оно было нами, скажем так, ожидаемо. Но такого масштабного катастрофического падения в подключении не было. Это первое. Второе хочу отметить, что еще, наверное, более важно. Несмотря на уменьшение числа каналов в январе еще на треть, процент активности нашей с вами базы не уменьшился. Это говорит о том, что нашим абонентам нужно наше пересмотрение с вами. И все, что сейчас будет происходить, начиная с 22 апреля, мы надеемся, что мы увеличим как первичное пересмотрение, так и процент активности. Ну и, наверное... Спасибо. 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 Ну и, наверное, самое важное событие, которое произошло, это запуск 16 марта космического аппарата «Экспресс-АТ-1». Он произошел, запуск произошел успешно, соответственно, на этой ракете-носителе было два спутника «Экспресс-АТ-1» и «Экспресс-АТ-2». «Экспресс-АТ-1» был долгое время находился, ну как-то после успешного запуска, он был переведен в позицию 69 градусов с восточной долготы, и именно там КПКС, как заказчик этого спутника, они проводили непосредственно испытания. И вот испытания были признаны абсолютно успешными, и я могу сказать, что ориентировочно завтра, к концу рабочего дня, «Экспресс-АТ-1» будет уже доставлен на точку 56 градусов с восточной долготы, и это будет означать, что фактически пойдет обратный отсчет, и мы сможем запуститься вовремя. Насчет того, что вовремя, хотелось буквально несколько ремарочек сказать. Первоначально мы планировали о том, что запуск коммерческих эксплуатаций, запуск коммерческих вещаний будет в ночь 16-17 апреля. Именно в эту ночь должна была проходить плановая квартальная профилактика со снятием вещания 10-часовая, но все мы знаем о том, что 17 апреля будут важные политические события, это прямая линия нашего президента, поэтому было принято решение о переносе профилактики на 22 апреля. Таким образом, в полночь по Москве будет, да, да, Оксана, предварительно 22-го, именно будет в ночь 21-22. 22.00 ориентировочно у нас идет княтие вещания. Главная задача этой профилактики – это перевод вещания со спутника Дарик-ТВ на спутник АТ-1. Это первое. И, соответственно, запуск большей части телеканалов, буду говорить больше, не всех, тоже буду рассказывать почему, именно в ночь с 21-го на 22-го, таким образом, чтобы в 10 утра, самое позднее по московскому времени, чтобы абоненты могли смотреть уже обновленную версию с нового нашего спутника. Таким образом, хотелось бы сказать следующее, наверное, обратить внимание о технических параметрах. Конечно, мы начали информирование наших абонентов, мы начали информирование вас. Есть и смс-информирование на инфоканале, знаю, что на нашем сайте вывешена информация, что будет 22-го. Какие мероприятия нужно провести нашим абонентам, либо вам вместе с абонентами, и вам, поскольку вы тоже являетесь нашими абонентами в явном и неявном виде. Что нужно сделать? Ну, можно сказать, что все группы абонентов мы можем разбить на три основных группы. Первая. Первая группа абонентов, это, наверное, самая малая группа абонентов, это абоненты с приемным оборудованием 8300, где предусмотрен ручной поиск. И необходимо будет руками фактически сделать некие настройки. В этом плане, конечно, я понимаю, что для вас, дилер, это будет некий стресс, но прошу отнестись к этому достаточно позитивно, потому что это фактически, наверное, будет последний такой масштабный стресс. Я надеюсь, что за те 15 лет последующие, которые ДПКС гарантирует срок нормальной эксплуатации спутника, что у нас не будет больше таких серьезных изменений, серьезных потрясений. Хотя это потрясение, оно достаточно позитивное. Итак, первая группа, это самая маленькая, это приемники 8300. По нашим подсчетам, их буквально несколько десятков, там, два десятка, два с небольшим десятка тысяч таких абонентов. Вторая группа абонентов, наверное, самая массовая, это абоненты, можно отнести так, наверное, абоненты 8-9 года, где-то немного 10-го года, это 4500 ДРЭ, ДРЭС, 4500, 5500. Для таких абонентов будет прошивка со спутником. Поэтому все, что нужно будет делать, нужно внимательно следить за тем, что написано, за тем, что сформировано у нас на экране у абонента, и сделать прошивку программного обеспечения, и, точно не знаю, можно еще и прошивку модуля. Но так или иначе, достаточно процедура не сложная. Главное условие, вы все прекрасно об этом знаете, это не вынимать вилку из розетки на время прошивки, и не пугаться. Потому что в этом случае процесс обновления будет прерван, и во многих случаях, некоторых случаях, потребуется уже, наверное, либо помощь Амега-сервиса, либо помощь дилеров, и это будет уже отдельная дополнительная прошивка. Кстати, о стоимости работы. Что хотелось бы сказать? Мы, как оператор, ничего не заявляем нашим абонентам о том, насколько платным или бесплатным эти условия решать, прежде всего, исключительно вам. Я надеюсь, что все-таки уровень образования наших абонентов позволит подавляющему большинству абонентов самостоятельно обновить программное и приемное программное обеспечение и модуль. Но если по каким-то причинам у абонента что-то пошло не так, назовем это такой фразой, то в этом случае предлагаю действовать вам, если абонент обращается к вам, действовать на свое усмотрение. В любом случае наша с вами главная задача, чтобы абонент был доволен. Каким образом вы добьетесь того, чтобы абонент был доволен, ну, это ваша смекалка. Вы, в принципе, уже 5 лет работаете с нашими абонентами, со своими абонентами, и, знаете, их лучше, чем даже иногда и мы. Что касается, наверное, самой большой части абонентов, это приемники семейства 8300, 8300, 8300МН, 302, 304, 8305, 306 и дальнейшие приемники с поддержкой HD. У нас тоже были готовы достаточно большое количество прошивок, но мы решили эти прошивки не пускать. Мы сделали некий такой универсальный, ну, не знаю, как можно сказать, универсальную прошивку, которая позволяет всем этим абонентам с разным типом оборудования достаточно успешно сделать обновление. Мы выявили некую закономерность, что 35-й транспондер на АТ-1 по частотным параметрам, по частотным характеристикам очень близок к 12-м транспондерам на Direct TV. Таким образом, на 35-м транспондере мы запускаем ориентировочно где-то, наверное, на месяц, может быть, чуть побольше, мы запускаем некое альтернативное вещание к тому пакету, который мы запускаем на всех остальных транспондеров. Там будет некий а-ля первый мультиплекс, там будет инфоканал, таким образом, чтобы абонент, когда 22-го днем, вечером, либо утром, проснется, придет, включит приемник, чтобы у него не на всех телеканалах был квадрат Малевича, чтобы он понимал, что нужно делать. И именно на этих 8-9 телеканалах на 35-м транспондере будет дублироваться несколько телеканалов, и будет вся информация о том, что нужно делать нашим абонентам в зависимости от типа приемного оборудования, нужно будет сделать. Так вот, фактически, у абонента будет возможность, даже если он сейчас не читает смс-сообщения, даже если он сейчас не читает ТВ-мейл и сайт, у него будет возможность прочитать, что же нужно ему сделать после 22-го апреля. Самое важное, самое сложное, потому что там все достаточно очень просто, самое сложное, это выбрать, когда там есть, в менюшке есть два проекта, Триталор ТВ-центр и Триталор ТВ-сибирь, выбрать именно центральный проект. Это самое сложное, что нужно сделать нашему абоненту. Я не буду вдаваться в подробности, почему это нужно сделать, но именно в этом случае, именно в этом случае процесс обновления программного обеспечения будет успешным. Таким образом, еще раз повторяю, у нас есть три типа оборудования, которые будут действовать по трем разных схемам. Первое – это оборудование с ручным поиском, это приемники 8300, а также приемники 9300, и также, ну, скажем так, модули с приемниками, не рекомендованным Триколор ТВ. Третье – это приемники самые ранние абоненты с приемным оборудованием 4500, 5500, и третье – это все остальные, у которых будут в районе 8-9 каналов доступны, и они фактически должны будут следовать меню на телевизоре, и единственное, что выбрать именно Триколор ТВ-центр, либо просто Триколор ТВ, я, к сожалению, не помню, сейчас помню несколько, но точно не Сибирь. Так. Хотелось бы сказать, что же будет потом, что же было и что же будет. Если сравнивать, что у нас было на бонуме 1, фактически, как я говорил, с конца 2010 года у нас 2,5 транспондера по 33 МГц, и таким образом все телеканалы в SD и в HD качестве у нас размещались на 82 МГц. Далее, когда пришел спутник, космический аппарат временный, Дарик ТВ, там было действительно, там было побольше транспондеров, правда, они более узкие. Вот. В любом случае, мы пошли по тому пути, не резкого увеличения числа телеканалов, как поступили наши конкуренты, получив больше емкости. Вот. Мы решили увеличить просто битрейт телеканала, чтобы увеличить, чтобы улучшить качество картинки. Вот. И, соответственно, с запуском AT1 22 апреля у нас будет заключен договор сейчас на 10 транспондеров. 10 транспондеров по 33 МГц, и таким образом все наше обещание будет на 330 МГц. Если посмотреть внимательно, то практически в 5 раз больше, чем было, скажем так, на бону МИ-1. Могу, наверное, хочу сказать здесь самое важное, такое, что здесь маленькими буквами написано от 10 транспондеров и от 330 МГц. Что это означает? Это означает следующее, что фактически сейчас на AT1 есть еще свободные емкости. Они есть как в левой поляризации, в результате паровой поляризации. И Триколор сейчас считает, сможет ли он увеличить число транспондеров и организовать вещание на большем числе транспондеров. В любом случае договор сейчас у нас на 10 транспондеров, и с 22 декабря мы с вами запускаемся на полноценные 10 транспондеров. Единственное, что мы прекрасно понимаем, что один транспондер у нас с вами отдан под прошивки, это 35 транспондер. Соответственно, первый месяц после вещания он будет дублировать, и он будет фактически не полностью задействован в нашем пакете. Важное замечание – это все транспондеры будут у нас в левой поляризации. Это очень важно. Наши абоненты в европейской части столкнулись с тем, что если они имеют 2-3-4 транспондера и 2-3-4 приемника в семье, и эти приемники подключены между собой с помощью делителей, с помощью мультисвечей, получается, что в правовой поляризации телеканал таким абонентам будет недоступен. Я немножечко остановлюсь от дальнейшей презентации. Вот здесь это Ирек Мустафин просто, наверное, спамит. Я по-другому никак не могу сказать. Действительно, я хочу сказать, что неправильно на вебинаре, который посвящен запуску AT1 в проекте Триколор писать о каких-то конкурентах, причем конкуренты рулят, пишут. Вот, и я думаю, что все-таки давайте все-таки посерьезнее, потому что мы с вами действительно сейчас являемся некими двигателями прогресса, я, наверное, не побоюсь этого слова сказать. И для Триколора это новое рождение. И для вас это, в принципе, достаточно совершенно новая, уникальная возможность зайти на обширную территорию с достаточно интересным контентом, с достаточно интересным пакетом. Ну, если говорить про Ultra HD, я буквально последний раз, наверное, скажу. Ultra HD летом прошлого года мы организовали тестовое вещание, точнее даже не тестовое, а показательное вещание у нас было. Для этого был задействован один транспондер на 36 градусе. Проблема, вы сами прекрасно понимаете, что главная проблема заключается в том, что нету оконечного приемного оборудования, нету телевизоров, нету достаточного контента. Если даже контент, в принципе, можно найти, он будет не самой востребованной и, скажем так, достаточно ограниченной по времени программирования, часто повторяющейся. В любом случае, эта услуга пока на текущий момент у нас, она будет очень-очень узкая. Я не могу сказать, будем ли мы организовывать на текущий момент, будем ли мы организовывать вещание в Ultra HD. Ну, скажем так, здесь должны появиться и новые рекомендованные приемники, которые позволят бы увидеть всю красоту картинки 4К. Так, предлагаю дальше идти. Дальше, наверное, уже пошло более интересное, более прикладное и более важное для вас. Что же будет у нас в таком количестве? Значит, 99 МГц, то есть, три транспондера у нас будут в ДВДС-совещании. Фактически, это будет порядка 40, ну, мы предполагаем, порядка 45-46 телеканалов будут у нас в ДВДС-МТЕК-4. То есть, это для абонентов, владельцев приемного оборудования 4,500 и 5,500. Немного, может быть, на первый взгляд, но здесь есть причины, которые мы формируем. Первое, это отсутствие экономической целесообразности. Вы все прекрасно знаете о том, давайте такой, может быть, не очень красивый глагол приведу. В ЭСе сжирается на треть больше емкости, чем в ЭС-2. Это первое. Вторая причина. Могу сказать, что, в принципе, число телеканалов в проекте перекалорковый центр в ЭСе в ЭНТЕК-2 и в ЭСе в ЭНТЕК-4 в сибирском проекте оно не изменяется. Там плюс-минус одинаковые 45-48 телеканалов. И эта политика компании, политика оператора не увеличивает число телеканалов, не увеличивает число сервисов. А если посмотреть внимательно развитие именно центрального проекта, то все дополнительные сервисы, за исключением первых двух, которые есть и в Сибири, это пакет телеканалов ночной и наш футбол, они все у нас в ЭНТЕК-4 формате. Поэтому я предлагаю здесь, наверное, особо не дискутировать, что изменится для абонентов 4,5 приемников, 5,5 приемников. Улучшится качество картинки. Немного изменится битрейт. Это первое. И вот здесь есть один из вопросов, когда будет в Сибири обмен оборудования, наверное, можно будет ответить вот и не сейчас на этот вопрос, потому что он как раз в тему задан. Могу сказать, что мы запустили в европейской части акцию по обмену оборудования. Создаем некий спрос в абонентов и видим, что достаточно большое количество абонентов меняют с доплатой, меняют старый свой приемник на новый приемник с годовым просмотром пакета максимум. И это достаточно успешно. И мы понимаем, что, наверное, правильно запустить такой же обмен оборудования, такую же акцию запустить и в оборудования. Поэтому запуском нового запуска обещания с появлением скорее всего приемников, которые будут специально под обмену, это B210 приемники, запуском обещания в 4-й версии касса, касса, это нам позволит приступить к обмену приемного оборудования. Как он будет проходить, когда он начнется, могу сказать, что я надеюсь, что все-таки в первом полугодии мы в Сибири уже начнем обмен. Начнем обмен, так что, пожалуйста, уважаемые абоненты, уважаемые дилеры, готовьтесь к этому, я надеюсь, что это позволит увеличить и ваш доход, увеличить ваш доход как на обмене, так и на каких-то дополнительных подписках, которые у нас с вами возникнут. Итак, я просто повторюсь, что структура вещания таковая, что у нас будет 22 апреля 7 транспондеров UBS-2, это практически до 200 SDH телеканалов, плюс пакет радиостанций, который будет доступен для наших абонентов с учетом, конечно, SM-транспондеров. В UBS-е у нас будет 3 транспондера до 46, до 47 каналов. Могу сказать, что сейчас пакет сформирован таким образом, сформировали. Хотелось бы немножко рассказать о том, что у нас еще будет. У нас будут некие дубли, я их могу так назвать, можно назвать часовые версии. Практически весь первый мультиплекс, именно первый мультиплекс, наверное, триколоровский, который немного шире, чем государственный мультиплекс, согласно программе цифровизация, он весь будет в двух часовых версиях, плюс 2 и плюс 4. Первый семейство ВГТРК, ТВЦ, ТМТВ, Карусель, 5 канал. Достаточно большое количество телеканалов, у меня здесь есть весь список, он предварительный еще, я пока его еще не озвучиваю, потому что буквально мы еще не то, что на коленях, но в онлайн режиме мы каждый день корректируем число телеканалов и контентное наполнение. Достаточно большое телеканалов будет плюс 3 плюс 4 часовой версии, например, 1 HD будет плюс 4 часовой версии, очень много телеканалов будет плюс 3 версии, и, наверное, хотелось бы сказать о том, что мы продолжаем некую традицию, которую я у нас есть на 36 градусе, мы будем поднимать телеканалы, которые имеют приставку региональные. Пока их немного, но они будут и мы открыты. Я могу сказать, что на прошлой неделе к нам приезжал телеканал на торжественное подписание договора генерального директора телеканала Ямала регион. Мы с ним встречались, общались. Хакасия ТВ, две недели назад мы с ними согласовали условия нахождения. Есть телеканал ЕНСей регион. Понятно, что будут телеканалы БСТ, будут телеканал ТНВ. И фактически от телеканалов поступают заявки на возможность вхождения в пакет переколов ТВ-Сидирь. Мы оперативно стараемся рассматривать эти варианты, опять-таки за счет того, что сетка вещания до конца еще не сформирована, у нас есть некоторое количество резервов. И это количество резервов СТС будет тоже в часовой персике. Не волнуйтесь, я просто не все описал. Насчет Иркутского регионального канала могу сказать следующее, что вы можете посодействовать, чтобы Иркутский региональный канал обратился к нам с запросом на предоставление ему спутниковой емкости. Тогда мы начнем с ними переговоры. Фактически не могу сказать, что емкости очень много, но емкости доставочны для того, чтобы поднять несколько телеканалов региональных еще на спутник. От Челябинск будет. Я здесь его тоже о нем не сказал. От Челябинск плюс два часовой версии будет. Не волнуйтесь. Вот. Итак, дальше тогда, наверное. Вот. Дальше по пакетированию хотелось бы рассказать. вот все, что вы сейчас видите, рано или поздно, я думаю, что, наверное, рано, может быть, что-то не 22-го, что-то 23-го, что-то 24-го. Мы запустим достаточно быстро. Ну, например, SuperKino HD в первый месяц, скорее всего, запущен не будет. Это будет связано исключительно с тем, что то, о чем я говорил, 35-й транспондер у нас предназначен для того, чтобы наши абоненты правильно могли обновить свое приемное обеспечение. То есть, вот, часть емкости у нас под другие мероприятия будут задействованы в первый месяц. Вот, в любом случае, все то, что сейчас есть в центре, это все будет в себе, начиная от пакетов телеканалов, заканчивая в том числе приемного оборудования. Я уже сказал, приемник B210, соответственно, обязательно будет приемник U510, это модель, которая хорошо себя зарекомендовала в европейской части, если посмотреть львенские форумы, то фактически этот приемник сейчас, наверное, самый успешный приемник среди всех спутниковых операторов Российской Федерации. при том соотношении цена-качество, при том немножко пользовательской интерфейсе, которая есть, очень многие критически настроенные и профессиональные дилеры достаточно хорошо или никак отзываются о приемнике U510. Но здесь, если говорить никак, это значит, я тоже расцениваю как некую похвалу. Что касается пакетов. Пакет Optimum. Пакет Optimum будет состоять из телеканалов WSI и WS2 в формате понятно, что это будет SDM. Пакет Maximum мы разумеваем будет достаточно большое количество телеканалов. До 20 телеканалов HD качественной точно будет. Так что это будет полноценный HD-пакет. Наш футбол мы его оставляем ночной. Сейчас думаем об этом, потому что есть различные варианты развития ночного, в том числе и добавление телеканалов. У нас есть практически заключенные договора увеличение пакета каналов именно в услуге ночной. Пакет телеканалов детский на текущий момент наверное один из самых востребованных телеканалов европейской части и он действительно делает достаточно хорошие шаги при росте абонентской базе. Я надеюсь, что первые переподключения, первые продления подписки, которые будут в начале июня начнутся, именно в июне будет год по детскому, мы посмотрим, насколько он интересен нашим уже старым абонентам. Могу сказать, что ежесуточно подключаются сотни и сотни новых абонентов к пакету детских. Кинозал Триколор этот сервис, которому уже наверное с учетом тестового вещания практически три года, он где-то в апреле 2011 года был запущен на европейской части, как самостоятельный отдельный платный сервис, как самостоятельная отдельная услуга кинозал Триколор, она будет доступна и абонентам Триколор ТВС. Пакет музыкальный, радиопакет, могу сказать, что по радиопакету у нас будет больше 20 радиостанций и опять-таки путешествия, если так можно сказать, по сибирским регионам, по сибирским СМам, да и когда просто там, например, ездил в Красноярск, у меня организовали экскурсию на Красноярск ОГЭС, буквально 30-40 километров отъезжаешь от Красноярска и в автомобильном приемнике нет уже ни одной радиостанции. Вот с запуском радиопакета в Сибири, конечно, будут достаточно колоссальные новые возможности для абонентов и очень много интересных радиостанций, которые будут в этом пакете. далее, что хотелось бы, наверное, сказать еще. Еще хотелось сказать следующее. Наверное, поставить маленькую, вот прежде чем говорить об акциях, маленькую, наверное, маленькое многоточие или большое жирное многоточие. Я еще разок говорю вам о том, что количество емкости позволяет нам взять гораздо большее число транспондеров. На текущий момент отрополора находится, ну, скажем так, не то, что в поиске, а, наверное, в поиске оптимального решения, каким образом мы можем, если увеличивать эту емкость, каким образом мы можем ее эффективно использовать. Потому что, несмотря ни на что, хочется быть клиентоориентированным, хочется иметь достаточно большой пакет телеканалов, но при этом наше взаимоотношение, один из самых дорогих, одна из самых дорогих статей расходов в себестоимости компании, это аренда спутниковой емкости. Спутниковой емкости, к сожалению, аренда у нас идет в условиях обменицах, идет в евро, и вы все прекрасно знаете, что год назад с небольшим курс евро был 38 рублей за доллар, а сейчас продвижается 50. И это означает, что стоимость аренды платежей выросла на четверть для телекомпании. Поэтому сейчас мы надеемся, что все-таки мы сможем что-то предпринять, но пока железопектоны 10 транспондов. Могу сказать, что это в два раза больше, чем у нашего конкурента на том самом 56-ом градусе. То, с чего они начинают. Итак, значит, по акциям. Какие будут акции у нас? Отдельно мы планируем сейчас, мы находимся, наверное, в низком старте, чтобы после запуска коммерческой эксплуатации и после подъема телеканалов и радиоканалов на спутник, чтобы мы могли, мы находимся в таком состоянии, когда мы должны запустить некую региональную компанию. У нас готово все для этого. И транзитка готова, и готовы билборды, и телевизор, и радио. Я надеюсь, что мы начнем вместе с коммерческой эксплуатации начнем наши рекламные компании. Второе. сейчас обсуждается, пока в явном виде, пока четко я не могу сказать, но мы хотим сделать для наших новых абонентов привлекательность проекта Триколор ТВ еще выше, еще ценнее. И сейчас разрабатывается мероприятие, когда при подключении нашему абоненту Триколор ТВ Сибирь будут доступны два или три, ну давайте так, два пакета телеканалов будут доступны в течение года. Помимо основного телесмотрения, помимо пакета телеканалов максимум, ну и соответственно оптимум базовый, два дополнительных пакета будут еще доступны. Какие сейчас мы тоже находимся в финальной высокой степени готовности, и надеемся, что в ближайшие 10 дней в любом случае 22-го будет все понятно. Я надеюсь, я просто уверен, что это тоже позволит вам, уважаемый генерал, увеличить число наших подключений. Ну вот, и мы продолжим опять-таки добрые традиции, которые были у нас в Сибирском регионе, в Европейском регионе. это возможность бесплатно протестировать какой-нибудь пакет, какой-нибудь сервис абонентов в течение недели, в течение двух недель, либо в течение месяца. Схема какая-то будет, либо тот пакет телеканалов, который мы дадим, либо какой-нибудь на выбор. Необходимо нужно будет, например, зарегистрироваться в своем абонентском кабинете, либо на сайте оставить заявку, и мы подключим этот пакет телеканалов, мы еще решим. Но так или иначе, вот некий такой Prime Buy попробуй и купи, а основная задача именно тестирования, чтобы абоненту понравилось, и потом дальше бы он продлил подписку, либо с помощью карты дополнительных оплаты дилера, либо с помощью других способов оплаты. Вот эти акции, которые, вот эти акции у нас, они фактически есть. Они у нас будут, и они у нас будут обязательно клонированы с 36 на 56 градус. Дальше, наверное, хотелось бы, если на крайней мере закругляться, чего мы хотим получить? Собственно говоря, для чего мы все это мероприятие затеяли? я могу сказать, что самое важное это рост абонентской базы. В начале вебинара я сказал, что мы где-то с вами застряли в конце 2011-го, в начале 2012-го года на том максимальном росте абонентов, который у нас был. 2011-й год, первая половина 2012-го года, наверное. И сейчас нам необходимо этот пробел ликвидировать. Я вижу процент проникновения проекта Триколор ТВ-центр в различных регионах европейской части. неважно какие пусть будет Ленинградский область, Московский область, Воронежский область, Волгоградска или Юг, в целом проникновение Триколора в европейской части в 2-3 объектных регионах и в 4 раза выше, чем в Сибирской части. Это позволяет нам смело говорить о том, что запуском вещания на новом спутнике АТ-1 приходит но фактически новая жизнь наступает для наших абонентов и для наших дилеров и для вас. Я более чем уверен, что нужно какой-то совершенно маленький промежуток времени, а для некоторых уже я просто вижу каким образом работают дилеры, те, которые уже видели, те, которые понимают, что запуск он неизбежен и они сейчас начинают устанавливать очень активно. Есть да, есть абоненты, есть дилеры, которые до сих пор пассивны, те, которые ждут чего-то, есть дилеры, которые поняли о том, что все, спутник взлетел, тестирование призрано успешным, спутник практически встал в 56-ю позицию, через неделю будет организовано обещание, все, пора полностью раскручиваться. Я надеюсь, что к этому, к этой путь, к этой, ну, скажем так, 15-ти процентной кучки дилеров, наверное, лидеров, дилеров, которые всегда верили в проект Триколор ТВ-Сибирь, присоединяться основной массив, и сейчас запуском, наверное, летнего сезона, вот так назовем вторым сезон, который есть, я думаю, что число подключений, я уверен, что число подключений у нас выросло. Для этого у нас с вами все, все возможности есть. У нас есть с вами полноценный пакет телеканалов, у нас есть с вами достаточно хорошее оборудование, у нас есть с вами хорошее ценообразование, у нас есть с вами работа со старым абонентом, абонентом 8-9-го года. Могу сказать, что таких абонентов, активных абонентов на уровне 90% от всей базы старых приемников, продвивающих подписку, конечно, это просто умнички абоненты. И видя о том процент подключения через карты, видно, что дилеры тоже так или иначе работают с этими абонентами. Вот я более чем уверен, у нас есть еще один козырь, который позволяет нам говорить об успешности. Это обмен оборудованием. Это дополнительная статья доходов для наших дилеров. Собственно говоря, наверное, если в двух словах в районе 50 минут я практически закончил, хотелось бы немножечко еще подытожить, что у нас было и что у нас будет. У нас было с вами два с половиной транспондера на бонами один, порядка 80 мегагерц. У нас будет с вами через неделю, через 8 дней от 330 мегагерц. Будет ли больше число емкости? Пока сказать не могу, могу сказать, что емкость на спутнике есть. Это позволяет говорить о том, что мы можем взять больше телеканалов. Будет пакет оптимум, будет пакет максимум, будет пакет из радиостанции, будет три транспондера в формате DVDs и MPD 4. Наша с вами главная задача, я, скажем так, не побоюсь назвать этих типов, но в голове я для себя держу, что в принципе мы с вами можем поменять подавляющее большинство приемного оборудования, поменять смарт-карты на новые до конца 2015 года. Именно в рамках Сибири. Конечно, в европейской части тоже бы хотелось бы, но там порядка 7 миллионов абонентов. Здесь совершенно другой порядок абонентов. И мы, я думаю, что за полтора года мы с вами сможем сделать так, чтобы, ну, не знаю, может быть, идеализируя, что с 1 января 2016 года, ну, не с 1 января, потому что там карантин, где-нибудь там с 15-го, с 20 января 2016 года под очередную выставку системе, чтобы мы могли с вами просто взять и изменить параметры вещания и уйти с S на S2, чтобы у нас с вами все телеканалы были в S2. Вот. Наверное, все, что я хотел сказать перед тем, как ответить на вопросы сначала, которые были присланы заранее, а потом, которые мне предоставят мои помощники, я, наверное, расскажу буквально о мероприятии, которые будут у нас 14 апреля, о, 14 мая, прошу меня, извини. это ровно через месяц, это мероприятие называется «Триколор собирает друзей в Олимпийском». Ну, во-первых, хочу сказать, что мы будем практически, наверное, одни из последних вместе с вами, когда площадка спортивного комплекса Олимпийского будет достаточно работоспособной. Теперь перевожу на русский язык. Дело в том, что акции Олимпийского выставлены на торги, вот, и летом будут проведены торги по смене собственника. И в каком формате захочет собственника использовать спортивный комплекс Олимпийский, непонятно. Несмотря на то, что я в школьные годы жил буквально там в двухстах километрах от Москвы, сейчас живу в Петербурге и достаточно часто, практически каждую неделю бываю в Москве, я ни разу не был в Олимпийском. И, конечно, мне тоже очень хочется побывать, и, может быть, это будет одна из последних там возможностей, тогда мы сможем с вами побывать в Олимпийском. Это как, когда-то я был в гостинице России, одна из самых крупнейших гостиниц Москвы была, и судьба ее сейчас всем понятна. Так вот, уважаемые гилеры, уважаемые сибиряки, уважаемые уральцы, я приглашаю вас всех на это мероприятие. Триколор собирает друзей. Могу буквально еще разок рассказать, буквально в нескольких словах, что мы планируем, что там будут три зоны. Первая зона – это зона для абонентов. Этот формат подразумевает, что мы пригласим на это мероприятие достаточно большое количество абонентов. Несколько тысяч, 10-20 тысяч мы планируем пригласить абонентов. и та скорость, с которой абоненты регистрируются по условию МАЦИ и выкупают, ну, не выкупают, а электронным образом получают билеты на сайте Триколор.тв, говорит о том, что достаточно большое количество абонентов будет. Эти абоненты будут в партере. У них будет свой отдельный вход, и это будут исключительные места, сидящие места. Вторая зона, она достаточно маленькая, это зона для наших, скажем так, для наших партнеров, которые для, ну, неких, для, скажем так, для Министерства связи, для технологических партнеров, для журналистов, которые потом будут освещать это событие. Это вторая зона, которая будет. И третья зона, это самый, наверное, ну, наверное, самый лакомый кусочек, это зона, которая будет находиться танцпол, это непосредственные близости от исполнителей. Это будет дилерская зона. У дилеров будет свой отдельный вход, более того, на этой большой зоне, танцевальной зоне, будет отдельно пуршетная зона, она будет отгорожена, она будет доступна только дилерам, она будет в том числе отгорожена таким образом, чтобы абоненты не видели, что происходит в этой пуршетной зоне. И дилер в любой момент может перемещаться от танцпола в пуршетную зону и обратно. Будет трехчасовой концерт. Мы постарались собрать достаточно, насколько это возможно, достаточно интересных исполнителей это будет Григорий Лепс, он будет, скажем так, если мы не довозьем программу, то неким заводилой, это будет Вера Брежнева, это будет Валерий Сюткин, предварительно он же будет ведущим этого концерта, это будут участники проекта «Голос», это будут другие исполнители, будет трехчасовой концерт, достаточно будет интересно, достаточно будет позитивно, могу сказать, что с вами на танцполе будут находиться менеджеры, менеджеры гилетского отдела, сотрудники «Криколор ТВ», надеюсь, что я тоже буду находиться не в ВИП-зоне с тусклыми ВИП-гостями, а именно с вами, чтобы иметь возможность отпраздновать наш с вами совместный успех, понимаю, что 14 мая может быть не самая удачная дата, но опять-таки при выборе этого времени, при выборе этой даты, мы понимаем, что очень сложно определить самую лучшую дату, которая бы всех устроила, такого не бывает, причем если говорить о том, что у нас более 5 тысяч активных наших дилеров, именно для них прежде всего создаются эти мероприятия, подобрать единую какую-то дату достаточно сложно, я знаю, что в этот момент с 8 или 9 мая начинается чемпионат мира по хоккею в Минске, знаешь, достаточно большая группа дилеров едет на чемпионат мира, там как раз будет предварительный этап, даже 14-го в день, когда будет проходить мероприятие, сборная России будет выступать, но опять-таки знаю, что многие дилеры из Минска либо на машинах, либо на самолете прилетят на этот концерт, многие я знаю о том, что вернутся из отпуска, вот из этих майских отпусков, которые будут с 1 по 10 число, а некоторые наоборот приедут или поедут только в отпуск. В любом случае это лучше, чем летом, на наш взгляд, это лучше, чем проводить сейчас, в это время, потому что правильнее, конечно, проводить после запуска коммерческого вещания, когда у нас все будет запущено. Ну и, наверное, дальше 25 мая это последний звонок, дальше начнутся дачный сезон, дальше начнутся школьные экзамены, выпускные экзамены, поступления в ВУЗы, и многие родители не смогут по организационным причинам просто приехать на это мероприятие. Поэтому 14 мая мы выбрали эту дату, и я всех приглашаю, всех приглашают дилеров, я знаю, что едут многие из Красноярска, я знаю, что некоторые едут из Иркутска, я понимаю, что это достаточно дорогое, наверное, удовольствие. Понятно, что в Москвичу, либо дилеры из Владимирской области, из Ивановской области, гораздо проще приехать, 200 км, 300 км. Даже день пути на машине из южных регионов, Воронежской области, Ростовской, Краснодарской край, гораздо легче приехать, сорваться, чем планировать мероприятие из Улан-Удэ, например. Но, несмотря на это, я призываю всех вас вместе отпраздновать, отпраздновать в тусовке гилеров, триколора, в той тусовке, которая ваша. Она близка вам по духу, она близка вам по жизни. Я надеюсь, что Игорь Луценко спрашивает, можно ли родственников вместо себя отправить. Игорь, у вас есть персональный менеджер, вы можете все эти вопросы задать, менеджеры делают обзвоны абонентов, обзвоны дилеров, абонентов, бессмысленно делать, мы этого не делаем. И я думаю, что многие вопросы можно будет решить. таким образом сами попытайтесь их решить с нашими менеджерами. В любом случае резервирование билетов происходит, в том числе и дилерами, не так активно, но порядка 20% от планируемого уже билетов именно на конспорт дилерами уже зарезервировано. Более того, есть схема, которая позволяет в том числе родственникам, какая одна из схем. Я напомню тогда условие, что за каждые 10 подключений даются два билета, да? Ну вот я не помню, за каждые 10 подключений либо один билет предоставляется возможным, одна грамота. Максимальное количество выписанных билетов в танцпол можно на один кабинет получить 10. То есть фактически вы можете десятером приехать от одного кабинета. Можете и родственников, можете своих работников, своих службоподдержки, своих монтажников непосредственно привести на это мероприятие. Скажем так, если по каким-то причинам не позволяю сейчас делать подключение, но у вас есть партнерские баллы, предусмотрена схема, когда вы можете в правых портер приобрести грамоту и попасть в портер на это мероприятие. Уточняйте, пожалуйста, все подробности у ваших менеджеров. Наверное, я пытаюсь закруглиться с точки зрения вопросов, с точки зрения основной темы и буду переходить непосредственно к ответу на вопросы. Здесь есть у меня вопросы, которые были заранее присланы. Я постараюсь на них ответить. А потом мне поможете таким образом. Нарешим. Андрей Щерябинска спрашивает, будет ли реализовано для дилеров Урала возможность зарегистрировать новый комплект по выбору на центр или на Сибирь? Я думаю, что да, конечно. Нету задачи, если последний год мы фактически сознательно сделали так, чтобы регистрации были только на европейский проект, более того, есть у нас еще акции, которые нужно срочно завершать по переводу абонентов с 56 градуса на 36 градус именно для пограничных территорий, то запуском вещания на полноценное вещание на 56 градус можно будет регистрировать соответственно либо на 36 градус либо на 56 абсолютно все равно главное как хочется смотреть абонентов так, ну и соответственно от Андрея второй не вопрос, а ремарк она уже бессмысленна становится когда в Сибири Татьяна из Иркутии спрашивают когда в Сибири будет обмен оборудования в Сибири обмен оборудования будет я сказал уже повторюсь тогда, наверное обмен оборудования будет ну наверное вот до конца первого полугодия мы постараемся сделать все чтобы обмен был уже запущен чтобы необходимое оборудование для обмена было во всех Сибирских СМ-ах и чтобы наши партнеры наши дистрибьюторы заключили отдельное соглашение с вами по обмену и юридическая схема бы уже заработала и в Сибирских СМ-ах так Евгений из Прокопельска задает вопрос будет ли компенсация владельцем ДРС оплачивающим оптимум в полном отъемном в связи с уменьшением количества телеканалов ну Евгений наверное задавал вопрос когда мой менеджер был Прокопельский я вот точно не знаю это Новокузнецкий или Кемеровский СМ скорее всего наверное Новокузнецкий СМ когда менеджер не знал сколько транспондеров в С и в С2 будет ну вот поскольку количество телеканалов оно будет под 45 под 46 ну грубо говоря под 50 то фактически для абонента ничего не меняется для старого абонента и он увидит картинку достаточно отличного качества и Евгений ваша задача будет там уже на стыке первого полугода второго произвести максимальное количество обменов и заставить что ли нашего абонента перейти на просмотр пакетов максимум hd и всех остальных дополнительных так теперь я наверное буду отвечать на вопросы которые есть общий как чат он Straße вопрос очень много вопросов начинаются с 9 утра мы пройдемся вначале по ним если успеем Хорошо. Коллеги, хочу отметить отдельно, что у нас с вами осталось 25 минут. Мы постараемся за это время ответить на все вопросы, которые были заданы уже на этот момент во вкладке вопросов. Первый вопрос, будет ли канал «Россия-хозяйка»? Ну, опять-таки, наверное, повторюсь, что те телеканалы, которые хотят быть подняты, они должны обратиться к нам. Я не знаю, можете дать мои контакты, мою электронную почту. Можете дать, ну, не знаю, просто обратиться на сайт Триколор ТВ, либо вы, либо заставите телеканал, чтобы он начал с нами какое-то общение. Могу сказать следующее, что, смотрите, самое важное, самое ответственное, наверное, в этом мероприятии заключается еще и в том, что телеканалу нужно будет заключать договор еще с стандар-агентами. Телеканал должен обеспечить доставку сигнала, своего сигнала, своего контента до Москвы. Именно в Москве у нас точка подъема. И для многих, вот я знаю, что в свое время у нас был телеканал «Катун», для Алтайский телеканал, какое-то время, я не помню, полгода, что ли, был. И он не смог по каким-то соображениям быть дальше в нашем пакете Триколор ТВ-Сибирь, именно лишь только потому, что доставка сигнала до Москвы для него оказалась достаточно дорогой. Альтернативные доставки, какие есть альтернативные? Есть доставка либо по кабелю, аренда оптоволокна, либо доставка через Путин. Соответственно, вот эти моменты, например, Акасия ТВ, Енисей, Ямал-регион, эти вопросы уже решили. Челябинск давно решил, ТНВ, БСТ, эти телеканалы у нас и так были. Наверное, вот таким образом. Мы открыты для общения, как для кузбасских каналов, так и для всех остальных, которые хотели бы попасть в проект Триколор ТВ-Сибирь. Интересует коллегию, будут ли после начала вещания действительно карты оплаты общим счетам? Срок оплаты карт Optimum ограничен только их сроком активации. Если на них стоит 1 июня 2014 года, поэтому вы должны четко понимать, что необходимо активировать все карты до 1 июня. Если стоит 31 декабря 2014 года, значит до конца этого года. Собственно говоря, вот такой ответ. Вопрос от Сергея Хрунова. Останутся ли HD-каналы на приземниках 930? Очень хороший вопрос. Скажем так, сейчас мы решаем этот вопрос. Вопрос связан с тем, что компания в Европе по требованию в том числе и правообладателей качественного контента закрывает телеканалы неким адеком. И сейчас по приемникам 9300 нам бы очень не хотелось бы, чтобы наши абоненты пострадали. И мы сейчас ищем схему. То есть практически 22 апреля все будет. Но что будет через полгода, к сожалению, я не могу сказать. Ничего пока еще, потому что техническая схема еще не реализована. И необходимо написать какое-то программное обеспечение для того, чтобы двигаться куда-то дальше. То есть 22 апреля все наши абоненты, у которых есть возможность принимать сигнал в формате HD, будут смотреть достаточно полноценный пакет телеканалов в формате HD. Вопрос по стоимости дополнительных пакетах. Давайте ответим на него так. У нас сейчас пакет оптимум для Сибири стоит 600 рублей, пакет максимум для Сибири стоит тоже 600 рублей. Это было связано с тем, что те четыре телеканала, которые у нас были, даже пятый, который ворвался от первого HD, эти телеканалы все-таки составляют неполноценный пакет телеканалов максимум. Компания не могла, считала неправильным сделать увеличение цены до 900 рублей. 22 апреля все будет пока по-старому. 600 рублей это будет переключение на пакет максимум для абонентов поддержки HD. Будет ли изменение цен на 900 рублей, пока решение не принято. Но опять-таки, следуя определенной логике, следуя тому, что мы хотим полностью унифицировать все наши процессы, как по типам карт, как по типам приемного оборудования, чтобы рекомендованное оборудование в Европе и в Сибири было одинаково, как по количеству телеканалов, по количеству пакетов, по стоимости пакетов, основных и дополнительных, то рано или поздно мы придем к единому ценообразованию. То, которое есть сейчас в проекте Центр. Вот таким образом. Вопрос от Алексея Черных. Увеличение каналов будет на всех приемниках или на отдельных? Увеличение каналов, числа каналов будет на всех приемниках. Но на приемниках 4,05-5,05 будет до 40-45-48 телеканалов. На всех остальных приемниках, у которых есть активная подписка Optimum, если говорить о приемнике 8300, 8302, 304, соответственно, после обновления у них будет доступно сотне телеканалов в SD-качестве. Соответственно, если приемник с поддержкой HD и карточка у него, Триколор ПВ, как называется, Триколор, HD-шней карточки забыл, как Суперстарт Сибирь, Суперстарт Сибирь, соответственно, и при этом активно была подписка Maximum, соответственно, после обновления все пакеты в HD-качестве тоже будут, все телеканалы в HD-качестве будут доступны. То есть фактически для всех будет увеличение. Другой вопрос, что минимальное количество увеличений телеканалов для приемников старого парка, для SD-шного без HD, HD будет доступно все. Соответственно, кто не продлевает ни одну из подписок, будет также доступен только пакет базов в рамках абонентского договора. Вопрос от Оксаны Серебряковой по поводу гарантированного обслуживания монтажных работ. пишет, что, скорее всего, большинство из дилеров дает сейчас в год гарантии, и непонятно, сколько все-таки дилеров должен давать, есть ли какие-то ограничения, законодательные или можно сказать. Единого подхода на текущий момент нет. Я думаю, что он не столько относится, наверное, к нашему вебинару, этот вопрос. Могу сказать, что если вы даете год гарантии на свои монтажные работы при соблюдении определенных абонентом условий, то такие условия у подавляющего большинства монтажников, неважно, каких там даже проектов, наверное, где-то год на монтажные работы он всегда дается. Я могу сказать, что когда я на даче себе вставил приемник 8300Н, у меня даже входило в гарантийное обслуживание, если зимой один раз бесплатно перенастроить тарелку, если вдруг снегом бы ее засыпало, и она бы снимала бы свою монтажную. Спрашивает о том, какие приемники будут использоваться в будущем. Есть ли у него какие-то приемники? Приемники в будущем будут использоваться рекомендованные Триколор ТВ, те, которые прошли именно тестирование в нашей лаборатории, те, которые получили сертификат. Это приемник, если по Сибири, ВИТ-510, и мы его ждем, когда он появится в Сибири с запуском нового вещания. Это приемник, могу сказать, что Триколором сейчас в лаборатории есть 2-3 типа приемного оборудования, которые должны появиться во втором полугодии. В том числе приемник, который был анонсирован нашим технологическим партнером GS Group, был представлен на выставке, на стенде спутниковой компании, на дистрибьюторе, это клиент-сервер, это, условно говоря, 2 приемника, на которые, скажем так, не то, что мы делаем ставку, ставку мы считаем, что пересмотрение должно быть увеличено. То есть, имя или складка парочка, как мы их называем, там, толстый-тонкий приемник северный и клиентский приемник, вот это появится буквально в ближайшие 3-4 месяца. Буквально 3-4 типа приемника должны еще появиться. Если вы следите за пресс-конференциями, опять-таки, того же самого GS Group, то они, например, анонсировали о приемнике Combo, который называется, я не помню его буквы, обозначение, это приемник, который содержит себе тюнеры S2 и T2 тюнера. Ну, вот еще один приемник, который появится, скорее всего, если пойдет тестирование, тоже появится в разделе «Рекомендованный» и будет доступен для покупки с вами. Вопрос, наверное, совсем относящийся к теме вебинара, но все-таки достаточно часто встречающийся. Будет ли выполнен рестайлинг пульта от 8.305, 8.306, 8.307, 8.308? Основная жалоба – это кнопка «Входящий сейдал», которая расположена на пульте не очень удачной, абоненты все время крутаются, нажимают ее, потом не знают, что делать. Да, да, будет. Ну, скажем так, мы надеемся, что достаточно недорогие пульты должны скоро появиться в спутниковой компании. Кстати, если говорить о пультах, то одним из способов продвижения, например, либо одним из способов прийти опять к вашему же абоненту – это продажа пульта как некого универсального пульта, как, например, специализированного детского пульта, который сейчас, например, активно подается в европейской части, вместе с карточкой телеканалов пакета «Детский» можно продать детский пульт. Понимаем, что кнопка «Сигнал» немного, конечно, путает часть абонентов, но, к сожалению, рекомендации на пульты «Триколор» не давал. Но сейчас мы в свое время, если в разделе «Рекомендовано», но сейчас мы пытаемся выйти из этой ситуации и надеемся, что скоро появится. Вопрос от Александра Степанова. Почему в Омске нельзя обменять старые приемники проекта «Санта»? Есть несколько обращений от жителей Омска и региона, которые обращались и любили, и обращались в СЭМ, и им было указано, что им никакой обмен не возможно использовать, и при этом оборудование приколорка не стоит. Может, надо было постараться в Омске принимать сигналы с 36 градусов, хотя я знаю, что и Новосибирск, там, чуть подальше получается, восточный, там, на метр двадцать, можно принимать при определенных погодных условиях. Давайте так, у меня нет ответа на этот вопрос. Что нужно сделать, я могу пока только записать этот вопрос, а дальше Ирина, наверное, либо через дневнический форум, либо каким-то образом, либо через менеджера, предоставить эту копию. Оксана Середвякова интересуется. Детский фольт будет ли работать на 836-8377 на данный момент? На данный момент не работает, согласен с вами. Но если говорить о том, что сейчас я в Сибири, в первую очередь детский пульт будет очень здорово, если вы сможете продавать сразу новому моменту. И пакет телеканал детский сразу же. На мой взгляд, что 0.5-0.6 каким-то образом делать обновление пульта экономически невыгодно. Есть детский пульт, он сейчас работает с определенным типом приемного оборудования, именно с новым, и приемниками в 10-м, в 210-м, в 210-м, в 210-м, которые появятся. Вот именно для этого, для этих абонентов, в первую очередь, будут предназначены вот эти пульты. Будут ли выпущены пульты, будет ли подготовленный пульт для старых приемников, но, к сожалению, пока не могу ответить на этот вопрос. Но фактически сейчас не ведется работа в этом направлении. Так, хорошо, следующий вопрос у нас. Были вопросы по поводу того, были ли действительно приобретены триколор-ТВ емкости на спутнике АБС-2? На спутнике АБС-2 триколором не были привлекены емкости, и на текущий момент никаких договоров с владельцами емкостями, там, будь то интерспутник или другой контрагент, договоров никаких нет. Есть, скажем, достаточно непростой момент. У нас была возможность, мы принимали участие в тендере на частоты на 75 градусе. Нами были подваны документы, нами был оплачен достаточно большой регистрационный внос за участие в конкурсных торгах на частоты. Помимо этого, было предоставлено достаточно большой пакет документов, в том числе и программа развития 75 градуса, каким образом мы собираемся его, какую модель собираемся реализовывать. И об этом я говорил на СССР в январе 2014 года. К сожалению, Роскомнадзор, организатор торгов, этот конкурс отменил. Знаю, что в текущий момент, в конце апреля будут проводиться новые торги. Триколор сейчас находится в состоянии подумать, нужно ли подавать документы повторно на эти торги. Все дело, еще раз повторюсь, все дело упирается в финансы. В любом случае, 75 градус достаточно интересный. В части регионов у нас получается даже не двойное, а тройное резервирование сигнала. Если говорить о протяжении самой уральской территории, если организовать вращение 75, там пересекается 36, 56 и, соответственно, 75, он тоже доступен. Ну вот, отвечает так, мы принимали участие в конкурсах торгах, конкурсные торги были отменены, в новых торгах, которые еще не состоялись, документы мы еще не подали. Так, отлично. Вопрос по поводу обмена. Обмен. Веществует уже 8-й день, например, мы отмечены обменного оборудования, тогда он будет сохранен, хорошо. Короткий вопрос, Павел Волошин. Будет ли канал «Бойцовский клуб» на новом спутнике? Да, будет. А семейство ВВТРК и, не помню-то это, ратмедийный канал, да, он будет у нас на новом спутнике. Вот, если говорить про обмены, то, как говорится, горе от ума, наверное. Иногда плохо, когда все хорошо. Вот мы предполагали, что то ценообразование, которое спормировано на рынке для обмена оборудования, оно будет достаточно оптимальным, но мы не предполагали, что такое количество дилеров и абонентов в них достаточно активно принято участие. Могу сказать, что практически 80% европейских дилеров, 85% принимает участие. Абоненты и напрямую звонят, и через дилеров звонят, и оставляют заявки, оставляют жалобы, почему к ним не звонят, не обращаются. Фактически ситуация случилась следующая, что производство не успевает за той активностью абонентов, которая наблюдается на рынке обмена. И могу заверить, что вот новая модель, обменная модель, она практически готова уже, и будет и в европейской части, и в сибирской части. Но, опять-таки, в Сибири, я еще раз повторюсь, будем делать по мере поступления, по мере решения проблем. Сначала первое – организация вещания, второе – организация вещания всех пакетов, и третье – займемся непосредственно уже обмена. Вопросы два по контенту. ОТВ Екатеринбург и Первый HD России HD 24. Планируется ли данный канал? Первый HD России планируется. Первый HD плюс 4 планируется, он есть. Россия HD тоже будет, но России HD плюс 4, я не уверен, есть ли такая часовая версия. Первый канал HD плюс 4, да, он есть, он будет доступен на новом спутнике. Что касается ОТВ Екатеринбурга. На текущий момент, в первом продвижении, я не вижу этого телеканала в списке. Почему, мне сложно сказать. Наверное, я попрошу вас тоже подтолкнуть этот телеканал, чтобы он обратился. Причем, я думаю, что можно достаточно быстро решить этот вопрос, потому что фактически сигнал есть в Синтере, есть технологические партнеры, которые занимаются приемом всех телеканалов в Москве и в государстве. Планируются ли модули CI плюс для Сибири? Планируются модули CI плюс для Сибири. Они даже были у нас уже подготовлены и карточки готовы. Но на прошлой неделе, скажем так, по ряду технологических причин, мы сейчас этот момент немного приостановили. Это связано с тем, что в результате тестирования часть телеканалов может быть недоступна. Именно если этот модуль использовать в Сибири. Сейчас мы вступили с производителем модуля в плотную эффективные переговоры, чтобы либо он сделал какое-то обновление, сделал какую-то сортирунную, и текущие модули, которые есть, они были бы перепрошиты, и, соответственно, выпускали бы новые модули уже с возможностью просмотра всех пакетов, всех телеканалов на 56-м градусе. Вопрос только времени. Карточки есть, модули есть. Телеканал Грозный будет ли, спрашивает Михаил Кутепов. Не знаю, нужен или не нужен в Сибири, но фактически где-то отчасти с вами согласен. Может быть, такие телеканалы, как Грозный и Дагестан, они могут быть интересными и в сибирской части. Надеюсь, это все зависит от телеканалов. На текущий момент телеканалы знают о том, что мы идем на 56-м, о том, что мы идем на Новоспутнике, но с ними сейчас никаких работ не ведется в этом направлении. Ни с Грозным, ни с Дагестаном. Повторюсь, БСТ и ТНВ эти два телеканала будут. Вопрос по рекламным материалам. Будут ли доступны рекламные макеты для использования дилерами на сайте полиграфии? Касаемо Сибири, вообще в целом, полиграфия буквально в пятницу разговаривал с директором по маркетингу. Несколько миллионов экземпляров напечатанных находятся, сегодня должны быть забраны с типографией и далее будут распространяться через СМ. Мы планируем даже их распространять не через партнерские баллы, а просто бесплатно, привязав их, например, к некому объему закупок или подключению. Далее, по сибирским регионам, в связи с запуском нового спутника, на прошлой неделе мы согласовали плакаты А4 формата, дизайн уже готов, и он отдан в печать. Да, немного поздно, но это опять-таки связано в том числе и с тем, что мы до последнего еще думали, какие пакеты, какие телеканалы у нас будут. То есть яркие, красочные плакаты, анурового формата, которые можно повесить и в окне, которые можно повесить в двери, которые можно повесить за стеной, за стеной, который бы в полных каких-то целях бы использовался, они должны появиться. Ну, вот здесь, Ирина, если быстро, возрождение приколонов, это реально, пока не могу сказать, а такие вопросы не обсуждаются. Более того, на АТ-1 нету в К-диапазоне нету трансфондеров вообще. Можно ли регистрировать клиента в новом склее, если у него вахтовая работа, вылетает, это купить, проверить и зарегистрировав комплект. Можно. Татьяна, вот, Пахумов, 91028. Сергей, как мы в дальнейшем будем брать облом плату? Также стирать защитные ходы это несерьезно, тем более, допустим, где появится. Ну, давайте так, я отвечу, будут стретч-карты, так и будут, действительно, нужно будет стирать. Есть еще один вариант, один вариант заключается в следующем, в том, что я просто смотрю на календарь, ориентировочно 16, 18, 18 апреля у нас будет некий релиз, и в результате этого релиза в дирецком кабинете должны быть доступны Яндекс.Коды. Это один из способов, каким образом можно будет достаточно быстро активировать абоненту дополнительный пакет. Причем, Яндекс.Коды будут доступны в вашем дирецком кабинете. Это самое важное и удобное условие, чтобы вы не заходили бы в Яндекс отдельно, а просто бы из кабинета и дирецком кабинете непосредственно активировали бы коды как основных пакетов, так и дополнительных пакетов. Спрашивает, планируется ли карта установщика для демонстрации пакетов? Оксана, я по поводу макетов далее, я запишу тогда, и мы постараемся ссылки, интернет-ссылки вам куда-нибудь, чтобы вы могли скачать, и там будут... На дирецком форуме есть раздел рекламных материалов отдельно. Оксана, вот на дирецком форуме, не знаю, вы зарегистрированы или не зарегистрированы, на дирецком форуме мне подсказывают, у нас есть несколько ссылок, которые позволяют скачать рекламные материалы. И там даже качество такое на формат, насколько я понимаю, а пятый, если это листовочка небольшая, а четвертый, а третий, там в зависимости от этого можно будет скачать достаточно быстро напечаток. Сергей Репин, на электронку макета. Ну, теоретически... Это может сделать персональный менеджер. Да. Обратитесь к менеджеру, менеджер вам сейчас доводится и выше. Все, что есть. Еще вопросы есть? Да, конечно. На самом деле у нас вопросов очень много. Тут еще очень много. Сергей, как вы? Вообще время у нас слышно. Давайте еще пять минут буквально и... Так. Пытаюсь идти по очереди, поскольку есть вопросы, которые задали. Александр Степанов говорит, продолжая тему по ядер-деньгам, имеет какой-то счет в рублях для оплаты услуг абонентам. И карта оплаты нужны. Абсолютно с вами согласен. Но это уже банковская деятельность получается. Она регулируется совершенно другими нормативными актами. К сожалению, рекомендуем нет реализованного этого механизма или, к счастью, я не знаю, наверное, мы не можем таким образом сейчас поступать. Хотя идея достаточно интересная и здравая. спрашивают, точно ли мне понадобится подстройка антенны и на сколько то еще поставят спутник. То, что спутник поставят абсолютно точно, в этом можно не сомневаться. То, что болтанки не будет 15 лет, в этом тоже можно не сомневаться. Я сейчас просто моделирую следующую ситуацию, что возможно понадобится подстройка антенн, всех текущих абонентов, например, которых вы последний год устанавливали. Возможно понадобится. Потому, что иногда вы ставили не только на 56 градус, а в зависимости а на сигнал. То есть, если спутник немного уходил, болтался 0,2-0,4 градуса, вы, соответственно, ставили немного в сторону. Поэтому, но за счет того, что энергетика спутника очень высокая, на большинстве даже на краях зоны гарантируется достаточно высокая энергетика, то тарелка 0,6-0,55 она позволяет практически в любом месте принимать сигнал без болезни, даже если тарелка отчасти немного неправильно настроена. Вопросы достаточно важный. Возможно ли обменять купить карту центра на карту Сибирь без покупки приема? На самом деле, что там последних обменений, которые будут? Второй вопрос, как в отношении вопрос? Так, нет? Давайте, я запишу. Я пока не могу сейчас ответить на него. Понятно, что для удобства было бы очень хорошо. Но у меня сейчас нет ответа на этот вопрос. Обменять карту одного проекта на другой. относительно количества телеканалов HD, я надеюсь, что их будет больше 10, больше 15, больше 20. Серия запустим 22-го, но постараемся все запустить. Если что-то не успеем, значит, запустим следующий день. Но могу сказать, что выезжает достаточно большая бригада инженеров на Аплинк наших, и они должны достаточно быстро делать некий титанический труд. Понятно, что вместе с ДПКС, понятно, что будет поддержка, но для нас важно, чтобы 22-го было уже мощное обещание в Сибири, чтобы мы могли, и вы могли уже Медеюра там Адефакту уже сказать о том, что действительно все совершилось, и вы все это видите своими глазами. понятно, что когда я говорю это одно, а когда вы видите в свой телевизор всю красоту картинки, все телеканалы, это, конечно, несколько другое. Оксан, до 200, Оксан, будет до 200 телеканалов. Вот сейчас не могу сказать, потому что есть куча резервов. Есть резервы опять-таки для тех же самых Кузбаски, для тех же самых Алтайских каналов, для каких-нибудь форс-мажоров, которые могут у нас появиться. Более того, для нас важно унифицировать рекламу, ведь долгое время вы находились в состоянии бедных родственников, когда с картинки телевизора, с экрана телевизора говорили там десятки HD и сотни SD, и ваши абоненты в Сибири приходили и говорили где, дайте нам это, пожалуйста. Вот это неравенство мы хотим устранить так, чтобы везде число телеканалов, по крайней мере, порядок, например, от 100, 150, 200, чтобы могли везде одинаково заявлять. Вот к этому мы будем стремиться. Не потому, что мы сейчас такие педанки, что не можем сообщить, а потому, что фактически сейчас еще сетка вещания верстается на высокой сеткой негативной готовности. Можно ли сделать вынеску бьете кнопку, чтобы показывало отображение подписки не знаю, все можно сделать, но для этого нужно несколько месяцев. Нам нужно формировать ТЗ, это запрограммировать, и тогда месяца через 4-5 появится. Пока не могу сказать. Пока нельзя. Кугантель, Курай, Майдан. Венер пишет. Венер, здравствуйте. Вам мало одного БСТ, я понимаю. Тугантель у нас был с вами, я помню, мы с вами даже в Астрахани на рыбалке этот вопрос обсуждали. Куай, Майдан, ну, наверное, тоже можно сделать, но, опять-таки, при желании телеканалов. Когда начнется вещание на АТ-2? АТ-2 сейчас фактически им не занимается ДПТС, АТ-1. когда запустят полностью, когда нам передадут все транспондеры в эксплуатацию, ГПКС начнет заниматься АТ-2. Запуск АТ-2, на мой взгляд, должен состояться летом, не раньше. Ирина, задайте мой главный вопрос по Байконуру, про Байконуру. Геннадий, мы уже задавали вопрос по Байконуру. Наши абоненты в общем-то здесь все договоренности, которые были достигнуты еще год назад по Байконуру, они все сохранены абсолютно и 100%. Давайте так, зона покрытия тех транспондеров, которых мы взяли 10 транспондеров левой поляризации, они максимально повторяют зону покрытия бонум-1. Поэтому я думаю, тем самым я ответил на ваш вопрос. Дмитрий, не могу сейчас сказать, сколько телеканалов. Больше 100 в пакете супер-оптимум. Больше 100 телеканалов будет. Сергей, я смотрю, что у нас уже пошли повторять вопросы. Мне кажется, что у нас некоторые коллеги присоединились к нам значительно позже. Мы выложим запись этого вебинара, сделаем ее доступно для дилера. Ссылку мы отправим в личные кабинеты, чтобы все смогли увидеть, услышать то, о чем говорил Сергей сегодня. Вопросы, вернее, ответы на те вопросы, которые сегодня ответов не получили, мы обязательно отправим либо через профессиональных менеджер, либо выложим на зеленском форуме. Да, да. Значит, еще разок, 10 транспондеров 330 МГц, емкости в левой, в одной поляризации 22 апреля. Всем удачи, всех жду 14 мая в Олимпийском. Огромное спасибо, что нашли время встретиться со мной, встретиться с приковором. Спасибо.